Среди самых ярких действующих лиц эпопеи 2012 года выделяются люди, не подходящие ни под один ранжир, не укладывающиеся ни в одну классификацию. Но и в их числе совершенно особое место занимает казачий атаман, граф-генерал, командор Мальтийского ордена, почетный доктор Оксфордского университета, не знавший ни одного иностранного языка, неподражаемый Матвей Иванович Платов. Военная служба порой открывала в России удивительные возможности сделать в короткий срок головокружительную карьеру. Без связи, без образования, зачисленный в 13 лет на службу в казачьи войска, Матвей Платов уже в 19 лет командовал полком. В 1801 году Александр I произвел Платова в генерал-лейтенанты и назначил атаманом войска Донского. 26 августа 1812 года в самый напряженный для русской армии момент Бородинского сражения конница Платова совершила неожиданный рейд в тыл армии Наполеона. Атака была столь внезапной, что посеяла панику и в самой ставке императора. По новой смоленской дороге с криком «Казаки! Казаки!» неслись прочь повозки с денщиками офицеров. Бежали обозники, мракетанки и многочисленная прислуга. Наполеон немедленно приостановил натиск на батарею Раевского и отозвал дивизии молодой гвардии, срочно повернув их в обратную сторону. И хотя реальный урон от казачьего рейда был незначительный, психологический эффект был огромен. Французский император так и не решился ввести в бой свой последний резерв – Старую Гвардию. В начале октября 1812 года Платов провел на Дону дополнительную мобилизацию, давшую пополнение в 22 тысячи казаков. «Теперь, братцы, – говорил он, – наступила наша страдная пора. Так давайте прошумим, подотрем теперь сопли, хвостуну Бонапартишки». Наполеон называл казаков чертями, исчадиями рода человеческого. Однако вынужден был признать их необычайные военные способности. Спасаясь из России бегством, он совершил остановку в Варшаве, где провел важное совещание. Именно там прозвучала фраза, впоследствии ставшая крылатой. «Дайте мне одних лишь казаков, и я покорю всю Европу». Субтитры создавал DimaTorzok